Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 18 июля. Сейчас я быстренько пробегусь по огороду, покажу вам, как выглядит мой огород во второй половине июля. И в конце этого короткого видеоролика информация для моих заказчиков. Расскажу, с какого числа начну прием заказов на семена томатов новинок. Ну давайте сначала о огороде. В этом году многие регионы нашей страны сейчас находятся в состоянии аномальной жары. Я живу в сибирском регионе, Алтайском крае. Мы тоже не исключение. Сегодня у нас прогноз на день 31 градус. Позавчера было 35, 4 дня назад было 37. Представьте, какая жара! Я уже показывала, что у нас дорожки все полопались. К сожалению, у меня вот здесь нет вообще капельного полива. Вы представьте, что такое в жару 35-37, не иметь автоматического полива. Это значит, объясню, что это значит. Это значит, что я с утра до вечера хожу по огороду в обнимку со шлангом. Если иду подвязывать, у меня шланг с сольющейся водой. То есть, я вот как понемножку иду, 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 и везде эта вода льется. Короче, те места, где я обрабатываю, те и поливаю. И несмотря на аномальную жару, я думала, что не успею. Но вот благодаря тому, что я с утра до вечера поливаю, 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 поливаю. Смотрите, как благоухают мои растения. И причем не только гномы, которые сами по себе, они выглядят всегда как бы более привлекательно на фоне простых сортов томатов. Но и индетерминатные, сейчас я вот подойду к ним, тоже выглядят у меня хорошо. Но чего это мне стоит, знаете, знают, наверное, только те огородники, у кого действительно нет автоматического полива, и кто вынужден поливать вот так вручную. Но я, как вам сказать, я буду самоотверженно трудиться. То есть, интересы растений у меня на первом месте, мои интересы на втором. Лучше я больше время затрачу, но я не дам им засохнуть вот в период такой черной жары. Вчера услышала выражение, ну, по телевизору сказали, что на нас напала черная жара. Вот это действительно так. Где не полито, сгорает даже сорная трава. Все черные вот такие вот кусты стоят, сгоревшие, засохшие. Это очень страшно, если нет волю воды. Я вам показывала ряды гномов. Ну, вот и индетерминатные томаты у меня тоже выглядят. Смотрите, они какие зеленые, яркие. Вот эта знаменитая голландская девушка, она уже давно поспела. К сожалению, у меня даже нет времени снять их. Вон они уже переспели, полопались. Это вот мелкоплодные. Сейчас покажу, как выглядят крупноплодные томаты. Вот эта вот гряда в дворе, да, я про нее вам говорила, что это томаты легенды, то есть крупноплодные. Здесь тетушка Сварлоу, звезда Техаса. Ну, короче, все, которые, вот, это гномы. Ну, они, конечно, немножко отличаются своей вот несистостью и более темными такими изумрудными листьями. Но и индерты, они не уступают. Они очень такие хорошие, как, как сказать, нету сильно замученных, заморенных. Я вот вчера эти две грядки, вот этих гномов, вот этих вот гномов и вот эти вот томаты, полила вот как полностью, на два, на три раза поливала. Один раз пролью лунку, там дырочки у меня. Один раз пролью лунку, вода уйдет, еще раз пролью. Потом еще раз, потом еще раз. Короче, до состояния, что пока там жидко не станет. Тогда только я спокойно ухожу. И я знаю, что примерно на неделю, ну, пусть на пять, на шесть дней, этого хватит. Пока я дойду до конца, эти уже засохнут снова. Мне снова надо будет сюда возвращаться. К сожалению, вот такой вот адский труд, потому что аномальная жара. Или она тебя победит, или ты ее переборешь своим упорством и трудом. Томатные гномы низкого роста, такие низкорослые, про которых я рассказывала, что они идеальны для регионов с холодным, с коротким летом. Они, конечно, давно у меня уже спеют. Это, ой, яблоко на голову упало. Это вот гном дисперада, который отчаянный. Там он желтенькая, банановые пальцы. Там он дерзкая, Мэри, радуга, Хейли. Что тут еще у меня? Ну, короче, очень-очень много томатов в открытом грунте поспело. И томатных гномов, и простых томатов. Всем ясно, почему такое ускоренное созревание, что вот они прям спеют, спеют из-за аномальной жары. Жара их подстегивает. В теплицах в это время, конечно, очень-очень жарко. Ой, тут у меня дыня. Дыни так обнаглели, расползли, что я зайти не могу. Но зато в теплицах, именно вот в этой теплице, у меня висит самый-самый большой арбуз. Вот моя рука, а вот уже арбуз. Даже если он больше уже не вырастет, то поспеет, ну, даже такой размер арбуза уже можно кушать. Сейчас покажу, какие арбузы на улице. Нынче я первый раз применила новую тактику выращивания арбузов, формирования. Сейчас покажу вам. До этого я говорила, что арбузы в этом году буду выращивать в трех видах, как тремя способами. В теплице немножко, там два у меня арбуза, по-моему. Тут вот три кустика, по-моему. И там на шпалере на огуречной арке. Ну, вот эти арбузы, эти я хотела в грунтовом варианте выращивать. Но эти арбузы пришлось поднимать и подвешивать. Сейчас расскажу, почему. Не потому, что я боялась, что они сгниют от земли. Вы понимаете, что в такую погоду подгнить невозможно. Сейчас еще покажу. Тут же и дыни. Дыни пришлось вешать. Ой, наливаются красотки дыни. Смотрите, какие огромные уже у меня дыньки. Подняла я их совсем по-другому. Причина была, короче, другая. Сейчас перейду в другое место. Когда я сделала здесь луночки для дынь и для арбузов, я просто не подумала о детях. Пока плети были маленькие, все было нормально. Потом, когда плети начали сюда выползать, просто если бы я была одна, я бы переступила и дальше пошла. Не надо было бы их поднимать. Но дело в том, что у нас, сейчас покажу вам, вон там, видите, теплица, бассейн детский стоит в глубине огорода. И когда внук приводит толпу своих друзей, и они идут купаться туда-обратно, туда-обратно, я заметила, один арбуз раздавили, тут были дорожки, тут-тут, потом одну эту плеть от дыни расплющили полностью. И я тогда решила, что, чтобы обезопасить вот эти вот растения от детей, я начала их поднимать. Использовала вот эти вот дуги, под которыми выращивала томатных гномов на поднятой грядке. И вот первый раз в жизни у меня дынные и арбузные арки, то есть я вот таким арочным способом их. И не знаю, вот сейчас, наверное, нужно особо крупные экземпляры, которые дынь, наверное, нужно в сеточке и подвязывать. Я думаю, что она уже тяжелая, может плеть оборвать. И дальше я буду действовать так. Так как почему-то у дыни оказалось очень-очень-очень-очень много вот этих плетей. Мне кажется, это лишняя зеленая масса. Буду оставлять те, на которых есть завязи. Вот завязи есть, значит, идешь на арку. Если завязи нет, вот некоторые прям выползают сюда, но у них цветы пустые, а самих-то нету вот этих вот кругляшек дынных. Я буду их понемножку удалять, потому что очень-очень-очень много их. Но радует, что они, опять же, несмотря на жару, смотрите, какие они живые, бодрые. Лист прям такой, как сказать, сочный, невялый. И то же самое я могу сказать о кабачках. Кабачки вообще тут по-барски себя чувствуют. Я каждый день выхожу, вырезаю один молоденький кабачок иду жарить столько много листвы. И в этом году мне очень удивительно. Я же с опозданием начала все это, уход за ними, ничего, считай, не делала. Ясно, что какие подкормки. Никаких подкормок ни дынем, ни арбузом не было. Сами все заколосилось. И ладно подкормки. Интересно, что их никакие насекомые не едят. Обычно бывают изъеденные листья, погрызанные, нет, все целое. И так все радует. И мне я вот хожу, смотрю на все это, глядя на них, даже не верится, что они живут в такой жаре. Но опять же, тут, конечно, дело в поливе. Если бы я так сильно не поливала, они бы не были такими красавцами. Заглядение, что дыни, что арбузы радуют. Сейчас еще покажу арбузы. Как я уже говорила, что нынче применила первый раз совсем другие способы. Выращивание арбузов, которые не применяла. Вот это та самая огуречная арка. Видите, вон там огурцы. И половина. Я заняла одну бочку огурцами, а одну бочку заняла арбузами. Им тут так нравится. Смотрите. Раз арбуз. Два арбуз. Три арбуз. Четыре арбуз. Пять арбуз. Хотя тут всего два арбузика. И еще маленькие там болтаются. И что меня... А, вон он еще. Большой прям, если... Что меня удивило, вот когда я в той теплице в прошлые годы выращивала, ну, просто как на шпалере, у меня почему-то было мало завязей. И я применяла принудительное опыление. Я рассказывала, что искала мужской и женский цветок с кисточкой, ходила туда-сюда. В этом году у меня столько завязей на арбузах. Прям малыши. Вон они, вон они. Ага. О, сейчас покажу. Чтобы не быть голословной. Покажу, что завязей очень много. Вот, смотрите. На одной плите. Раз. Потом идет. Два. Вот еще один. И вы знаете, я тут уже подумываю, как бы не начать их отщипывать. Потому что везде написано, что если хотите полноценный вес арбуза получить, больше трех или четырех арбузов, в зависимости от веса, от характеристик, оставлять не надо. Иначе они будут очень маленькие. Ну, как вот такую красоту отщипывать? Даже жалко. У меня рука не поднимется. Пусть будет много маленьких арбузиков. Вот. Это у меня новый опыт. Поделилась с вами. Почему в эту теплицу? Посадила. Потому что я побоялась, что в грунтовом варианте. У нас же рано наступают заморозки. Они вот сейчас какие-то достигнут полноценного размера. Может быть, поспеют. А какие-то, как в прошлые годы, приходится снимать зеленоватыми. Не хотелось бы. А здесь в теплице, они могут повисеть еще на полмесяца дольше. Так. Теперь пойдемте смотреть дальше. В теплицах томаты, конечно же, спеют. Я занимаюсь заготовкой семян. Но основная масса томатов, которая идет на семена, она, конечно, растет на этом томатном поле. А так как я в этом году высаживала не раньше срока. В прошлом году я когда высадила раньше срока в мае, у меня они все замерзли. И получилось не очень хорошо. В этом году я не стала рисковать. Высадила, как нам разрешают специалисты, после 10 июня. Ну, короче, я высадила в середине июня. И вы понимаете, что при высадке в середине июня, в середине июля, мало какие сорта поспели. Ну, поспели только выскочки. Вот поспела, опять же, вот эта знаменитая голландская девушка. Поспела пирожар птицы. Поспела новинка. Салатная бомба. Поспел. Я говорила уже, голубой горный хребет. Ну, так, знаете, выборочно. Один, два. Идешь, смотришь, один поспел, второй поспел. А некоторые томаты, вот к сегодняшнему дню, по 17 июля, я даже не поставила еще палочки. Я не подвязала, потому что не могу дойти. И когда кто-то там написал, что когда вы ездили на лечение, наверное, какие-то гномики все равно работали на огороде. Нет, к сожалению, никто на мой огород, особенно вот сюда вообще ногой, никто не ступал. Это видно по огромной лебеде, которая идет вдоль теплицы. Если кто-то бы здесь ступал, они бы, конечно, выдернули. По непоставленным колышкам. То есть это вот я приехала и нашла девственный нетронутый огород, который как уехала в июне, в средине, так и через две недели приехала. Поэтому я сама себя нагнать еще никак не могу. Если бы я две недели была дома, все бы здесь палочки стояли, было бы все подвязано. Но если я не успею, я уже подумала, знаете про что, если я не успею последние два ряда подвязать, то это тоже будет интересный познавательный опыт. И я вам покажу, как растут обычные индетерминантные томаты в грунтовом варианте на ленивых грядках. То есть это будут стопроцентные ленивые грядки. Так ведь тоже выращивают в некоторых регионах. Я помню, что мы с мужем ездили к его бабушке в Калманский район. Я когда зашла в огород, я ахнула, все помидоры лежали прямо на земле. И никаких колышков они не вставляли, ничего. И она сказала, мы так всю жизнь выращиваем. Вот если не успею подвязать, не хватит если сил. Меня сильно подводит жара. Я бы давно все это уже сделала, если бы не было столько поливов. Но все равно, вот работая, я уже делилась с вами этой информацией, работая вот на этом томатном поле, некоторые удивляюсь, вот сибирский бройлер очень удивил при таком запущенном виде, что он вообще лежал по валу много столько огромных плодов. Вот кот-бегемот удивил много крупных. Я когда все вот это закончу подвязывать, я постараюсь вам показать новинки. Конечно, новинки буду показывать. И вот плавно переходим к заказам семян. Именно многих интересует, когда будут новинки. Смотрите, в каталог я буду добавлять их уже в августе. То есть через две недели, вот которые уже конкретно у меня, я буду видеть, что висят плоды, буреют. Значит, я буду добавлять их в каталог. Но прием заказов на семена будет только с 1 сентября, как и у всех других людей. Потому что до того, как я не получу... Ну, короче, сначала мне нужно семена эти заготовить. Когда реальные семена уже будут вот у меня в руках, тогда я начну прием заявок. Это будет с 1 сентября. А в августе я буду добавлять по одному, по два сорта. Вот который уже точно поспеет. Я увижу, что он точно будет. Вот сибирский бройлер точно будет. Еще удивил минусинский медведь. Тоже новинка этого года. Тоже точно будет. Огромные плоды такие прям... Ну, вообще, прекрасные плоды. Варшава. Очень понравился сорт. Тоже будет. Потом... Ну, короче, не буду перечислять. Терять ваше время и свое. Мне-то нужно работать уже. Прием в этом году с 1 сентября. А в августе, лучше всего во второй половине, вы сможете сделать запрос на мой каталог. И посмотреть, какие добавятся. Пусть хоть они это будут предварительно. И неизвестно будет мне много или мало семян. Но вы уже посмотрите фотографию, почитаете описание сорта. Мое мнение. Я там несколько слов всегда высказываю, чем он, какие у него плюсы, какие минусы. Вот в этом году так. Так как у меня в этом году не было ранней высадки, то и раннего получения семян у меня тоже в этом году нет. Будем, ну, будем, короче, как все, начинать принимать заявки в сентябре. А рассылка с 1 октября. Ну, как обычно. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Огородная азбука. Быстрый обзор огорода 18 июля. Я показываю вам, как выглядит мой огород, который я бросила на полмесяца. И как тяжело приходится мне восстанавливать упущенное. Не знаю, вот эта вот лебеда, которая выше меня, мне ее топором, что ли, идти рубить. Или уж пусть она живет. И еще хочу 5 минут. Ой, не 5 минут, 5 слов сказать. 2 слова. Как хорошо, что у меня эта пленка. Вы знаете, вон там семена травы какой-то беленькие, пушистенькие. Как разлетелись по всему огороду. И если бы была земля, они бы, короче, легли на землю и все. А тут я выбежала, у меня вон огородный веник. Я выбежала с веником. Раз, раз, раз. Все семена сорных трав смела туда в кучку. Хоп, выбросила. Прекрасно. Зато на будущий год, наверное, не будет здесь уже этой травы. Ну все, побегу я работать. Всего вам хорошего, хороших, хорошей погоды, хороших урожаев. А главное, позитивного настроя. Чтобы не было все равно, как-то нужно нам приспосабливаться. Вот мы уже в сибирском регионе. Какой год приспосабливаемся к жаре. Но приспособиться очень сложно. Мы-то ладно. Кошки бедные ищут тень. Они вот за мной ходят. Я стою на жаре. Она не дура. Она на жаре не стоит. Пока я разговариваю, она раз в тенек, сейчас я пойду, она пойдет за мной. Кошка умнее меня. Ну все. Я думаю, что я все-таки в этом году догоню все это упущение и сделаю. Смотрите, встала, пошла. Ну пошли, Соня. До свидания.